Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у Заводчика Корги Воплощение Мечты. Знаете, где мы с вами? Угадайте. Вот где мы с вами, мои хорошие? Ну, кто давно со мной на канале и как бы еще со времен, когда канал был посвящен только питомнику, те, наверное, догадаются. Ну, а новые мои гости для вас будет сюрприз. Это наш детский сад. Детский сад питомника. Здесь малыши начинают подрастать. Наши детки кардиганы. Мамочка, мамочка Сима. Видите, здесь она может спрятаться от малышей. И наша комната для щенков. Здесь у меня все-все-все, что нужно для того, чтобы малыши росли в чистоте, в порядке, в сытости и в тепле. Сегодня, видите, малышей мы пересадили сюда, переселили. Ну, такая комната. Когда-то я рассказывала о ней. Здесь мы делали ремонт специальный. Здесь 3х3, по-моему, размер комнаты. Теплые полы. Вот здесь у малышни. Причем теплый пол делит эту загородочку на пополам. То есть, половинка под теплыми полами, половинка без. Да, чтобы щенки могли регулировать температуру. Здесь полочки у нас. Вот тут такой декор, потому что, ну, мы же не можем без декора, да? Даже литература, как видите. У нас литература еще есть. Шкаф для пеленок, распашонок. Потому что щенкам пеленок и распашонок нужно не меньше, чем детям. Одноразовые пеленочки и многоразовые. Тут тоже все в одеялах и в пледах, видите? Здесь же у меня стоит холодильник. Но холодильник стоит на таком виде стали, чтобы щенки не могли до него дотянуться. В этом холодильнике хранятся лекарства для собак и вакцины. Они должны находиться в отдельном холодильнике при постоянной температуре. То есть, вместе с пищевыми продуктами препараты ветеринарные хранить нельзя. Это так неправильно. Здесь же на пьедестале стоит родилка еще одна дополнительная. Ну, тут еще у меня пледы, видите? Есть рабочий стол. Здесь лампа для обеззараживания. Вот. На столе приспособление для капельниц в случае необходимости. Вот. Тут у меня всякие, может быть, там лекарства еще всякие могут стоять. Да? Теплый пол включается вот здесь. Да? Дополнительное освещение. И градусник тоже дополнительный. Хотя, в принципе, температура полов указывается всегда на датчике. Да? Вот сейчас поставлено, видите, на 28 градусов полы. Температура в комнате, ну, получается, в районе 20 градусов. Температура в самой комнате. Так что, вот такой у нас детский сад. Видите, щенки отсюда выйти не могут. Достаточно до такого подросткового возраста. Вот. Ну, а мамочка может выпрыгнуть, в принципе, с легкостью, да, чтобы щенки ее не доставали. Ну, а когда уже будет необходимо, а щенки подрастут, то дверцу можно и закрыть. Вот. И тогда малышня оказывается в таком манежике. Видите, вот такие здесь пледы с маленькими коржатами. И наши детки. Такая кучка. Вот наш детский сад. Малыши сюда перешли. Видите, вот наверху в потолке это вытяжка. Она работает. Вытягивается на улицу. Все запахи посторонние можно включить и вытягивать. Потому что, так или иначе, ну, животные в доме, это, конечно, некоторые посторонние запахи. Поэтому здесь работает вытяжка. Ну, вот такие дела. Мамаша наша. Сима. Сим. Симочка. Симуля. Ну, и мамашкина здесь еда и вода. Также здесь у меня, видите, стоит и дополнительный манеж. При необходимости вот такой модульный. Его можно собрать. Ну, и выставить где-нибудь в другом помещении. Ну, здесь я его храню. Из таких вот модульных вот таких вот блоков можно собрать переносной манежик. Поставить в любой точке. Видите, детишки. Детишкам непривычно еще. Слишком много места. И они еще глазки только-только начинают открывать. Вот. Ну, ничего. Привыкнут к скорости. Уже глазки открывают и будут везде гулять. По всему манежу. Скакать здесь будут. Ну, а пока что они здесь с мамой. Да, мамашка? Да, да. С мамашкой. Мамашка уже поправилась маленько. Несмотря на то, что кормит Араву деток. Ну, в принципе, она в нормальной форме у нас. Ну, вот такая история. Такой детский сад. Это комната моя гордость. Конечно. Это... Знаете, я к этому... К этой идее долго шла, да. Потом все это мы создавали по моему проекту. Где, как все будет. Понимаете, тут каждая деталь продумана. Мне спрашивали, Наташа, зачем пьедестал? Нужен пьедестал, да. Нужен. Наташа, зачем холодильник? Нужен холодильник. Наташа, зачем то? Вот здесь все нужно. Все, что здесь есть. До последней, последней буквально какой-то мелочи. Все продумано. Все это продумано. Все на жизненном опыте. Да. Даже включая вот эти вот крючки для капельниц, которые тоже могут понадобиться. Так что вот такой детский сад для щенков. Вот так это все выглядит у нас. И малыши перебрались уже в свой детский сад. В принципе, им уже две недельки. Уже тот возраст, когда Сима, ну не тарахти миской, когда они могут уже регулировать свой теплообмен. Ну и по большому счету уже не будут так мерзнуть. Ну а ванная и родилка ванной нам пригодится, потому как еще одна девочка у нас ждет малышей. На этот раз Пембрак. Поэтому мы в ожидании и приготовили заранее место для будущих новорожденных. А Сима уже перешла в отдельные апартаменты. У Симы теперь своя комната. Прям целая своя детская комната. Видите, как удобно. Она тут лежит, наблюдает за ними. Когда нужно, пошла к малышне. И ей здесь не жарко, потому что вот здесь полы, где мы стоим, они не теплые. А для корги для них жарко на теплых полах. Им не очень нравится. Ну а для малышей это просто необходимость, конечно. Поэтому вот так, так работает система. Ну что ж, малышам пожелаем приятного аппетита, расти большими и красивыми. Ну и до новых встреч, обязательно увидимся. Питомник продолжает свою работу. Мы живем, мы работаем и ждем победы. До новых встреч.